С очередным докладом Андрей Андреевич представляет нам опять оптическую биопсию, только уже немножко с другим клиническим материалом. Оценка функционального состояния печени при механической желтухе с использованием оптических технологий. Пожалуйста, Андрей Андреевич. Благоу, уважаемые коллеги, благоу, уважаемый председатель. Ну, здесь, знаете, наверное, преамбулы пока включают, презентация будет сказать, что у Дарьи Юрьевны был слайд, где вот технологии показывали, что перспективы роботизированы, там улучшение навигации и так далее, и так далее. То есть у меня сложилось впечатление, что перечислены те технологии, которые в данный момент улучшают методику. Вот. А здесь я вот попытаюсь показать вам материал, который направлен не на улучшение методики, а на прогноз. Вот. На то, что будет дальше с пациентом, понимание, куда нам дальше двигаться. Вот. И оценка функционального состояния паранхемии, состояния печени при механической желтухе с использованием оптических технологий. Ну, говорить об актуальности механической желтухи, это уже, наверное, банально. Вот. И здесь основным моментом является, ну, то, что развитие нарушения функционального состояния, печёночной недостаточности, оценки которой при механической желтухе как таковой нет. Вот. И мы эту оценку, вот если посмотреть клинические рекомендации, то там идёт оценка тяжести механической желтухи в зависимости от уровня билирубина, лабораторных показателей. Вот. То именно оценки функционального состояния нет. И основной момент, который здесь возникает, это согласно современным тенденциям, проекту клинических рекомендаций, это то, что желтуха должна быть дренирована. Ретроградным методом, антоградным методом, независимо от ситуации. И это способствует восстановлению функционального состояния печени. Вот. Но существует определённая категория пациентов, у которых декомпрессия неэффективна. Вот. Это, причём это наблюдается даже при уровне билирубина гораздо выше 300-400 микромоль на литр. То есть мы можем видеть при этих цифрах билирубина как эффективную декомпрессию, так и неэффективную. Вот. И в чём разница, когда, на каком этапе, почему вот это возникает. И причём статистически, то есть независимо от этиологического фактора механической желтухи, здесь явно нет такой тенденции. Вот. Способствующей тому, что тяжесть нарушения функционального состояния печени будет выше при том или ином этиологическом факторе. Вот. Ну и с другой стороны, это оценка, конечно, вот декомпрессии, её эффективности. Существуют работы, которые вот посвящены дозированной декомпрессии при механической желтухе. Уменьшить количество капель, уменьшить количество диаметра дренажного катетера, который ставится в протоки. Вот. В то же время определённый диссонанс, имеющийся между ретроградными методами, которые дренирующие в просвет кишки, и антоградными, где однозначно говорится о том, что на первом этапе это наружная холангиостомия, но никак не наружно-внутреннее, и не антоградное эндобилиарное стентирование, которое просто приводит к печёночной недостаточности, летальному исходу по пациентам. И вот этот вот момент, как раз на него обратить внимание с использованием современных технологий. То есть те вот, в данном случае перечислены основные функции печени, и те исследования, которые направлены на оценку функционального состояния печени вообще. Вот. Это лабораторные признаки, это инструментальная диагностика, которая включает в себя все виды лучевой диагностики. В то же время это сочетание разноличных показателей, объединенные в шкалы, но нигде не говорится конкретно о механической желтухе. И все эти критерии оценки, они дают ориентировочный косвенный результат на основании каких-то показателей, которые свидетельствуют о функциональном состоянии печени. И вот таким образом, целью исследования явилась реализация возможности оптической спектроскопии при механической желтухе для получения информации о метаболических и морфологических изменениях паренхемии печени в режиме реального времени и поиска диагностических и прогностических маркеров развития печеночной недостаточности в этой ситуации. Соответственно, на сегодняшний момент это то, что обработано уже и есть определенный результат, это 20 пациентов с различной этиологией механической желтухи. Вот они представлены, ультразвуковые данные. И использованы методы оптической спектроскопии. Это флюоресцентная спектроскопия, о которой уже говорилось, и спектроскопия комбинационного рассеяния. Ну, флюоресцентная спектроскопия, об этом я уже говорил, давал слайд, то есть эндогенная флюоресценция паренхемии печени, энергетический метаболизм, липидный содержание желчных компонентов, накопление коллагена, энергетический метаболизм. Все то, что может нам сказать о морфологическом и функциональном состоянии паренхемии печени. И, соответственно, вот они представлены, эти флуорофоры, вот усредненный спектр флюоресценции, где есть волны, в общем сигнале есть волны билирубинов, лавинов, липофусцина. Все свидетельствующее о метаболическом состоянии ткани. То, что уже показывалось, та самая установка, здесь время жизни не использовалось, достаточно использования только самой флюоресцентной спектроскопии, тонкоигольно-оптический зонд. Почему используется все та же самая игла 17,5 дженч? Она стандартное использование для доступа в желчные протоки при выполнении данной манипуляции под ультразвуковым контролем. Вот антеградная бильярдная декомпрессия в ее процессе. Во время проведения, опять же, выполнения этой манипуляции стандартно, не специально дополнительного обследования. Во время проведения пункции желчных протоков проводилось изучение, исследование паренхемы печени в нескольких точках по пути трассы проведения пункционной иглы к расширенным внутрипеченочным желчным протокам. Соответственно, эта установка включала в себя соответствующие технические блоки, спектрометры, оптические фильтры, лазерные диоды разной длины волны для возбуждения соответствующих флуорофоров. И вот те данные материалы, то есть это пациенты с механической желтухой, измерение спектров на разных длинных волн 360-450 с усреднением и соответствующей обработкой этих спектров и удаления шума. В то же время группа сравнений явились пациенты без механической желтухи, исследованы 11 спектров. Эта паренхема была взята из исследования, касающейся оптической биопсии очаговых образований, неизмененная паренхема печени, условно здоровая по отношению к паренхеме печени, где имеется обтурационная желтуха. И соответствующий производился анализ параметров полученных спектров флуоресценции высоты, интенсивности флуоресценции, площади под кривой и, соответственно, редакс соотношения окислительно-восстановительного отношения. И вот, посмотрите, те самые усредненные спектры флуоресценции получены на разных длинных волн без механической желтухи и желтухи. Вот те компоненты, в данном случае они получены, их данные по литературным и по нашим данным получены, которые составляют вот этот вот сигнал флуоресценции на разных длинных волн. Это коферменты, флавины, билирубин, об этом уже говорил, липофуссыны. Все то, что свидетельствует в разной степени с разных сторон о состоянии ткани, то есть в данном случае это паренхемы печени. И вот те данные, которые получены на сегодняшний момент, исходя из тех данных, в зависимости от длин волн. То есть мы обратили внимание, что имеется высокий уровень липофуссына, имеется высокий уровень флавинов, витамина А. Эти данные представлены как раз в виде графически, в зависимости от длинной волны и, соответственно, пациентов с механической желтухой и без. И исходя из них, статистически значимое снижение окислительно-восстановительного соотношения имело место при механической желтухе. Распространенность кофермента НАД указывает на дефицит кислорода и говорит о тяжелой гипоксии тканей при паренхеме печени, при механической желтухе. И статистически значимое повышение флюоресценции витамина А может быть косвенным признаком снижения выделительной функции гипотоцитов в следствии холестаза наряду с накоплением фиблиарных белков, как предиктора развития фиброза билиарного. Вот здесь представлены данные, когда уже после ретроспективного анализа у пациентов с отрицательной динамикой клинического течения на фоне декомпрессии. У них имело место сохранение высокого уровня пиков билирубина, высокого уровня пиков липофусцина, порфирина. Вот как раз порфирина, который накапливался в клетках гипотоцитов под влиянием холестаза, усиливал этот холестаз и получался замкнутый круг. То есть сам холестаз увеличивает количество порфирина, и порфирины увеличивают наличие гипотоцитов, увеличивают холестаз. И вот, наверное, как раз вот этот момент приводит к тому, что говорил об отрицательной динамике. В клиническом уже течении пациента. И вот этот момент, это момент проведения, выполнения доступа в желчном протоке. Мы знаем, что пациент тяжелый, что ему необходимо выполнять наружную декомпрессию. Зачем мне это? А вот этот вот момент мне говорит о том, прогноз, что будет дальше с пациентом, какой лечебный алгоритм мне включать дальше в выполнении экстракорпоральных методов лечения и так далее. То есть именно уже на этапе выполнения бильярдной декомпрессии, которая должна быть выполнена в первые сутки, первые часы поступления пациента в стационар согласно клиническим рекомендациям. И вот следующий метод, это метод с петроскопией комбинационного рассеяния. Он относится к методам колебательной спектроскопии, когда идет оценка на молекулярном уровне, вот идентификация молекул, изучение химических и внутримолекулярных связей. То есть оценка состава жидкости вот этой вот структуры, количество содержания в ней веществ с использованием оптических технологий. Это уже следующий этап в оценке функционального состояния печени. Вот представлена та установка, которая используется для регистрации спектров комбинационного рассеяния желчи. Получение желчи, которое макроскопически отличается в зависимости от тяжести состояния пациента. Соответственно, держатели образцов, спектрометр, лазер, излучатель. И получение тех данных, регистрация первичных спектров желчи, их обработка и выделение спектров именно билирубина. Производилась регистрация спектров как в день проведения оперативного вмешательства, то есть по игле получали желчи, ее сразу использовали для оценки и последующие каждые 3-4 дня до стабилизации пациента. По клинико-лабораторным данным. Вот то, что мы получили у пациентов с положительной динамикой, клинической и лабораторной динамикой течения. Вот одна группа. Обратите внимание, в первый день спектров билирубина нет. Вообще нет в желчи спектров билирубина. Потом имеется всплеск билирубина и его нормализация к 10-му дню. Вот это вот спектр, это не без спектра желчи, без механической желтухи. Два уровня билирубина, они примерно около 2000, тут вот интенсивность относительных единиц на соответствующих длинных волн. Вот здесь к этому уровню приходят в первой группе пациентов только на 10-й день. Вот это видно по этим данным и графически. Вторая группа. Имелся высокий уровень билирубина, тяжелое состояние пациентов, тяжелая степень тяжести механической желтухи, которая постепенно потом снижалась. Постепенно снижалась и доходила до нормального уровня. То есть это в зависимости от того, в какую фазу развития механической желтухи мы попадали из функционального состояния гепатоцита. И третья группа это пациенты, у которых не была высокая механическая желтуха, с частичной обтурацией желчных протоков, но необходимо было выполнение декомпрессии. И у них уровень билирубина уже в первый день выполнения спектроскопии не сильно отличался от нормального спектра и в последующем уже нормализовался к седьмому дню лечения. Вот спектры пациентов с отрицательной динамикой течения патологии печени. Посмотрите, нету пиков билирубина, был какой-то всплеск единичный на четвертый день и пиков билирубина нет. Или был всплеск изначально билирубина, а потом все. Вот она гепатодепрессия, которая привела в конечном итоге летальный исход, независимо от наличия декомпрессии. Это вот тот лечебно-диагностический алгоритм, он достаточно мелкий. Здесь мы попытались как для онкопатологии, так и для желчнокаменной болезни в данном случае показать роль именно оптических методов, которые могут подсказать в ведении пациентов с механической желтухи и определение дальнейшей тактики. И вот таким образом методы оптической спектроскопии открывают новые возможности в диагностике функционального состояния печени у больных с механической желтухой, предоставляя информацию о метаболических процессах и биохимическом составе в исследуемых биологических тканях и жидкостях. Параметры флюоресценции, коферменты, белирубин, флавин и порфирин и липофусин могут быть использованы для дальнейших исследований в качестве перспективных диагностических и прогностических маркеров развития тяжелой печеночной недостаточности. А предложенная методика определения белирубина в желчи может лечь в основу прогнозирования восстановления выделительной функции печени у пациентов с механической желтухой после проведения декомпрессии желчевыводящей системы. Вот та команда, которая работает именно над этим направлением под руководством старшего научного сотрудника НТЦ биомедицинской фотоники, в настоящее время это оформлено уже в виде диссертационной работы. Спасибо за внимание. Спасибо, Андреан Валерьевич.